В связи с метелью, а также оттепелью, уборка снега стала одной из главных тем на рабочем совещании у главы города. Как сообщил первый замглавы Самара Алексей Веселов, на улицах города работают 338 единиц техники и более 3000 человек. Общими усилиями расчищают дороги и тротуары, территории остановок общественного транспорта обрабатывают антигололедными реагентами. Глава города Елена Лапушкина поручила не только контролировать качество уборки снега на дорогах и во дворах, но и откачивать талую воду, где это необходимо. Она также призвала оперативно реагировать на обращения самарцев в социальных сетях и подчеркнула важность моментального взаимодействия с горожанами в условиях переменчивой погоды. В Самаре открылся молодежный многофункциональный центр. Работе нового учреждения дал старт губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новый центр для молодежи находится на проспекте Масленниково. Он станет местом притяжения активной и творческой молодежи региона, платформой для реализации их потенциала и возможностей. Басманный суд Москвы арестовал начальника головного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко по делу о взяточничестве. Как стало известно, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Бойко в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 15 февраля. Генерал-майору предъявили официальное обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами молодежных и волонтерских сообществ, лидерами общественных объединений, в том числе с представителями Всероссийской организации Движения Первых. Глава региона обсудил с ними планы совместной работы, а также вопросы поддержки важных проектов по развитию региона. В Самарской области участниками Движения Первых являются более 110 тысяч детей. Наставников в губернии открыли около 850 первичных отделений этой организации. В России создали нейросеть, которая может распознать владельцев телеграм-каналов. Она получила название «Товарищ майор» и сейчас проходит тестирование. Как пояснили разработчики программного продукта, нейросеть собирает информацию об администраторах из описания канала, из его архивных копий и постов. Нужные сведения софт может найти в подписях к сообщениям, в встроенном чате, документах и видеороликах, загруженных в сообщество. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает школьникам пользоваться мобильными телефонами во время занятий за исключением экстренных случаев, в том числе, когда возникает опасность для жизни или здоровья учащихся и сотрудников школы. Кроме того, закон предполагает, что уроки труда станут обязательными для учеников начальной и средней школы, а предмет основы безопасности и защиты Родины, который заменит ОБЖ, обязательным для учащихся средней школы и старшеклассников. Продолжение следует...